здравствуйте дядя игорь дядя вали и дядя саша вопреки вашим опасениям сообщаю что живу я хорошо пока живу дальше будет еще лучше потому что уже три недели как я принят в бандеровце а как иначе иначе у нас в украине карьеры не сделать есть неоспоримые герои по мне так по мне так смотрите то что степан бандера герою для какого-то процента украинцев и это нормально это классно это один из тех людей который защищал свободу украины да хотя что вам рассказываю вы и так все знают зарплата у меня маленькая но это не главное ведь нам разрешили отбирать деньги имущества у русских когда мы вернемся домой всем народом придется вам вспомнить откуда мы родом придется вам вспомнить откуда вы сами незваными здесь объявились гостями так владимир зеленский представил неотложный закон о коренных народах украины по которому помимо титульной нации государства берется защищать права еще лишь трех народов крымских татар караимов и крымчиков в отличие от русских они например имеют право на образование на родном языке раньше можно было и у евреев но потом пришел главный бандеровец коломойский запретил я например сейчас учу английский чтобы забыть русский но сейчас у владимира зеленского совсем другая политика вообще другая публично он по-русски пытается не говорить а если ну какая-то фразочка там какое-то словечко проскочит сразу извиняется выборчатая будласочка как минимум при зеленском закрылись русские школы и принят закон о коренных народах украины и 16 июля как я уже говорила вступают в силу новые нормы закона о тотальной украинизации теперь все фильмы сериалы даже кварталовские должны будут транслироваться на украинском языке будьте любезны квартал 95 теперь раскошелится на украинский дубляж это кстати касается и самих концертов вечернего квартала теперь украинскую будласочка кстати я женился во второй раз на вадике для нас европейцев это нормально сегодня наш президент ну самый главный который у нас самый главный президент пообещал что мы скоро вступим в нато пока естественно на правах американского прихвостня и отримать дуже чутку часову перспективу видно дуже конкретно и почему и и отримать у двадцать другому році вот еще одна радость моя дочь гарпина ну которая раньше была саша заняла первое место в конкурсе бендеровской песни как я красавица никогда не будь аленой потому что если ты станешь аленой ребенок тогда тебе нужно будет паковать чемодан и выезжать в московию до московии 2014 год страна только что победивший свободы и демократии в детском садике малышам объясняют как по именам определить где свой а где чужой никогда не зовите маречку машей потому что если она маша то пусть она едет туда где эти маши живут если кто-то вдруг петрика обозвал петей это тоже не украинский мальчик он должен был бы уехать отсюда или знать как правильно его на украинском языке зовут выходные дни по нашему у уикенд едем к родителям на дачу копать бункер я несколько часов назад ознакомилась с порядком осуществления общевосковой подготовки граждан к национальному сопротивлению нет это следующие новелы по закону мы уже ознакомились тем что все женщины будут военно обязанными да все работодатели будут оштрафованы если женщина не принесут воинские билеты ну и так далее но добрались до детей сразу хочу чтобы наш слушатель знал что все эти истории про воинские обязанности женщин это прямое нормотворчество личная законодательная инициатива нашего президента зеленского это не какая-то там фантазия министерства обороны на тему обороны страны что из него видно что детей прямо из садика в школе дальше неважно где ты будешь учиться техникум это профессиональное техническое училище вуз после диплом на образование будут приобщать к этой идее национального сопротивления будет специальный предмет он будет называться защита украины сама вот эта история с национальным сопротивлением которое будет касаться еще раз и женщины всех и уже даже рассказать что например твои религиозные убеждения не позволяют тебе в этом участвовать не получится потому что постановление говорит что независимо от политических и иных предпочтений пола этнического социального происхождения короче всем а цены супер речи закона вы альтернативная новичковая служба это противоречит всему вчера были на концерте ані лорак все прошло классно спеть ей не далее протест проти концерту ані лорак знову зібрався біля столичного палацу мистецтв украина там нагадаю вчора была навіть штовханина бетонгувальників із правоохранцями подробиці почуємо від нашої кореспондентки катерини жукове вона напрямому зв'язку зі студією тож катерина що там відбувається зараз доброго вечера юля насправді ще 15 хвилин тому нічого не предвищало біди як кажуть пришли на токонгувальники закликами аби ані лора поверталася до росії аж вважаю що вона не українська співачка що вона зрадниця если есть возможность друзья вышлите пожалуйста мне книгу гитлера майн камф а то у нас разметают а еще нас заставляют абсолютно всех носить вышиванки вышиванки ну вы знаете это такой узор нитками на груди больно но патриотично бувало утром вихожу на балкон и начинаю делать зарядку от сердца к солнцу вот так ну что я вам расскажу вы же так все знаете фасад здания администрации облили краской и списали нецензурными надписями полиция практически не вмешивалась происходящее только пожарный фасад а фасад фасад фасад